всем привет мы находимся в дубае я со старик сам как дела привет ну до вчерашнего момента до позавчерашнего было хорошо но сейчас мы отдыхаем дубай повернемся к этому моменту вопрос такой ты уже в навина посту тренера 6 месяцев какие улучшения ты можешь выделить в команде с приходом тебя на должность тренера в результате твоей работы тяжелый вопрос такие улучшения сначала было ну сам начал как мы я пошел на должность тренера пришел флэмми у команды загорелась каким-то перспектива там новая кровь там новая мотивация все 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 хорошо я помогал ребятам в плане аналитики в плане тактик в плане даже информации работал конкретно с флэмми рассказывал показывал ему его роль потому что по большинству он играет ну заменил меня и все мои позиции в принципе которые держал ему помогал как бы влиться полностью коллектив что поменялось ну я стал скажем так шестым игроком в своей команде сейчас я занимаюсь аналитикой тактиками там разработками какими-то раундами и так далее смотрю дамки оппонентов смотрю наши демки делал какой-то анализ ну и как бы общаюсь ребятами что надо исправить и как надо исправить и что надо делать перед перед игрой с нашим оппонентом вот ты сказал что ты как 6 игрок во вчерашнем интервью с эдвардом он сказал что когда они играли свой последний матч на сцене и проигрывали со счетом 15 на 5 тогда в этот момент ты активно включился в игру как координатор ты координировал все действия после этого они выиграли несколько граундов может быть так и стоит дальше держать то есть такую планку получается что у тебя в команде 5 полноценных игроков которые не отвлекаются там на все а ты 6 вот координатор это хорошая идея это может быть действительно это будет будущее в таком но на данный момент я еще занимаюсь другими обязательствами то есть они не только тренер и себя был бы полноценным тренером я бы мог бы полностью фокусироваться на весь игровой процесс и заниматься только кондер страйка но сожалению сейчас я еще нахожусь но сейчас я нахожусь на должности менеджера и я должен делать обязанности менеджера которые являются приоритетными если я могу я не могу забить на какие-то обязанности менеджера я должен планировать поездку должен составлять бюджет должен оформлять график тренировок должен оформлять расписание договариваться с турнирами встречи все должен контролировать билеты все остальное это все занимает очень занимает время это это можно это совмещать если у тебя один турнир в месяц согласно но если у тебя в месяц два турнира три турнира и постоянные перелеты постоянная активность то есть постоянно не должен находиться скажем так не должен отвлекаться я должен ну контролировать все когда кто уезжать кто приезжает общаться с турнирами оформлять какие-то билеты высылать данные ну и все это одной стороны вот тот человек ни разу не этим не занимался думает в этом сложного нет но мы все общаемся не скажем так даже не по skype мы общаемся по e-mail а как общение происходит по e-mail я тебе сегодня отправил запрос ты его получила там через часа три ты это проверила там ответила отослала проходит день или там или следующий день или через два дня тебе отвечают а вот тут тут неправильно то форму переделай пожалуйста я опять это вот потихоньку ждет у тебя там неделю получается вот один в оформлении одного турнира поезду допустим сюда я должен писать все паспортные данные все фамилии где кто живет как и как и все остальное оформить бюджет согласовать его со своей организации ну в общем проделать какую-то скажем так не сильно напряженную работу но она забирает время можем ли мы ожидать будущем что будет отдельно менеджер отдельно тренер если вот у тебя получается хорошо сфокусироваться на игре и контролировать все процессы может быть действительно нужно этим заниматься знаешь вот я профессиональный урок был там хорошо там шесть месяцев скажем тогда я задавал тот же вопрос как бы ему и всем почему я занимаюсь скажем так бумажной работы если у меня есть огромный потенциал заниматься только контр-страйком и помогать на все сто процентов своей команды но сейчас пока проблема найти хорошего менеджера понятно что самое сложное вообще в твоей работе какой именно в работе тренера самое сложное это скажем так быть идти в ногу со временем сейчас постоянно очень много матчей очень много турниров команды наши противники постоянно улучшают свою игру постоянно работать над ошибками мне как и задача тренера должен это понимать что они делают как они делают и пытаться в игре когда мы спортивник играем читать и анализировать их что они когда сейчас будет сделать у нас есть нет таких перепадов что мы не играем никаких официальных игр месяц команды серна будут кемпу тренируются шифруют тактики приезжают их показывают сейчас постоянно они показывают свою игру и состояние можно собирать информацию у них то есть постоянно эта работа просмотр демок анализ и все остальное ну что еще сложного сложно еще наладить команде процесс называть стимплей взаимопонимание взаимодействия потому что кроме того что тебе надо стрелять в голову в этой игре тебе еще нужно понимать стоит ли тебе этот момент и сейчас сделать есть такая понятие как экран на размене то есть вы ведете вдвоем проверяете позицию встречаете одного ну скажем так у контртеррориста есть небольшое преимущество в позиции соответственно по логике вещей он должен убивать первого террориста а второй террорист должен убивать его то есть разменивать один в один и с тем самым навязывается размин благоприятный для террористов потому что они потом в 3 допустим ситуация в 3 в 3 им намного выгоднее потому что там начинается карта там большая они начнут там использовать время собирать информацию и скорее всего грамотные террористы будут заходить на точку где держать будет один контртеррорист ну в принципе это игра после разминов хотелось бы поговорить по поводу вчера позавчерашних игр что чего в целом вообще не хватило ребятам в чем они оказались слабее на этом турнире или в чем сильнее оказались соперники тут можно сказать такую вещь что у нас сейчас по непонятным причинам идет очень большой спад до менеджера который происходил в колон в кельне у нас была хорошая форма мы занимали скажем так призовые места на турнирах мы показывали хороший результат после этого мы уехали на недельный отдых потому что действительно надо было у нас его не было может быть года полтора того отдыха и уже надо было уже ехать ну там все уже устали это было видно но мы приняли решение что надо поехать на семь дней отдохнуть и с новым желанием с новыми силами опять ринуться в бой и пытаться выложиться на максимум но на самом менеджере мы столкнулись с проблемами что мы неожиданно начали проигрывать командам которые не ожидали до чтобы проигрывать мы начали освещать какую-то сопротивление которому мы не готовы теми же американцы или тайтон который на то время только собрали состав ну прошло там не знаю может быть месяц прошел мы не ожидали такого сопротивления может быть ему это нормально но такое ощущение что наши оппоненты набрали намного лучше форму чем мы хотя мы сделали бутки мы тренировались мы это все сделали сделали но если команда за месяц до турнира меня и двух игроков это действительно серьезные изменения ну как бы мы должны были у них выигрывать с достаточно хорошим счетом а мы с теми же тайтонами сыграли на овертаймах на одну карту и был наш шанс огромный опять же проиграть ну мы выиграли на овертаймах потом пошли играли с натиками они нас вообще катком по нам проехали 16 2 все сидели в шоке не понимали как так может быть что они очень сильные потом мы вышли из группы играли с лг с американцами ну по поводу американцев но ничь они считаются такие средние команды американская сцена она не такая большая там особо сильных команд нету можно выделить cloud nine и целый г ну каун ланы но считаются на голову выше принципе чем целого и откровенно говоря нам попался самый скажу так слабый соперник из всех которые возможно были там были king win там были бразильцы там были цель г и еще одна команда которую я не помню ну в общем и всех мы посчитали что у нас самые слабые соперники и мы его должны как бы легко выигрывать но опять же мы начали с ними играть мы 0 6 проигрывали за контртеррористов на кобблстон и мы опять же ощутили что мы реально проседаем и не дотягиваем почему-то у нас какие-то есть проблемы то ли мотивационные то ли какие-то моральные проблемы это тяжело понять опять же мы выиграли эту опять далее невероятный камбэк там все 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 валидолу там она века как обычно все но с того момента мы уже поняли что что-то идет не так проиграли мейджору потом проиграли достаточно уверенно его ну и опять попали с энви которые заняли второе место и нас обыграли хотя ту руку которым быть у них показали она всех удивила потому что мы за сильно за слабую сторону начали хорошо играть мы взяли при нормальном нашем диффенсе это раундов было бы очень достаточно то есть там 8 или 7 взяли за атаку и должны были просто набрать свои раунды показать нормальную адекватную там защиту но в этом аспекте мы полностью провалились что непонятно почему мы играли мираж считая наша одна из самых сильных карт как так произошло никто не понимает ну как то так и потом этот турнир тоже мы пришли приехали сыграли с тсм проиграли 16 9 по моему опять же вроде наша самая сильная карта оппонентов мы знаем что они делают мы знаем но реализовать это не можем играли ставится нам я ребятам говорю что они делают пистолетом раунды и они все то же самое что они делали то что сказал они сделали мы опять это не смогли реализовать мы начали мы взяли еще 10 3 ну все ребята они все они расстроились уже никакой желание идти вперед там ну я пацаны ничего у нас не получается давайте хотя бы угадывать там принимай там идти волны чтобы хотя бы какие-то раунды там их взять ну я я взял как бы полностью все в свои руки говорил куда идти мы в итоге взяли потом мы два раунда за контртеррористов у нас хотя бы было 5 раундов на 5 раунд это уже якобы можно с этим работать вот потом начались пистолетный раунд мы его отыграли начальный раунд идеально мы убивали на кобле шокси который поджимал боковой я это сказал мы его убили мы словили маньяка который стоял под мостом его опять же словили убили и потом потом грубо говоря проиграли раунд 34 хотя в принципе мы могли его взять и мы тогда был бы шанс скажем так выиграть потом у нас форсбайли это было не помню ну и когда уже практически все было потеряно якобы включился начал серьезно координировать ребята говорили что кому что сделать и мы смогли там взять там не знаю может быть 6 раундов или что-то в этом роде я не помню сколько уже после игры вы уже поговорили ну вот так вот наш масштабно серьезно с ребятами или еще не не получилось да мы сразу же после игры приехали здесь сидели в лобби до пяти часов утра обсуждали общались пытались найти какую-то выход ситуации но единственная ситуация что мы нашли это продолжать тренироваться работать на своими ошибками работать над собой в принципе ничего такого глобального никаких там да ладно тяжело все будет нормально господи и один раз уже такое было сейчас хоп-хоп потренируетесь и все будет хорошо вот так что на такой ноте хорошей наверное заканчиваем это интервью спасибо тебе за откровение а вот и желаю удачи спасибо спасибо за то что смотрели пока